Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ИТОН-ТВ, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальдман. Ракетоноситель с космическим кораблем «Союз», на борту которого находился российско-американский экипаж в составе россиянина Алексея Овчинина и американца Ника Хейга, направлявшийся на Международную космическую станцию, потерпел аварию во время начала полета. Космонавты вынуждены были совершить аварийную посадку. Экипаж жив, а с нами на связи из Москвы известный популяризатор космонавтики Виталий Егоров. Виталий, рад вас приветствовать. Добрый день! Здравствуйте! Виталий, что произошло? Что-то сегодня, на данный момент, что-то известно уже или нет? Просто сработала автоматика или действительно там какие-то супернеприятности возникли? Ну, видно, что проблема возникла на этапе работы второй ступени, точнее на моменте отделения первой ступени, боковых ускорителей и перехода на работу второй ступени. По-моему, видимо, она начала работать, но недолго проработала, либо разрушилась, либо произошло аварийное отключение двигателя и космический корабль также был аварийно отделен, переведен на этап посадки. Пока сложно говорить причины, но мы можем только по времени судить, а по видеотрансляции, то, что у нас было, что мы все видели или могли видеть. Видимо, что-то связанное с системой отделения первой ступени, по крайней мере, хронологически впадает. Я посмотрел кадры, показывали по телевидению, в интернете эти кадры есть о том, как все это происходило, причем видя картинка из кабины космонавтов, и там видно, что когда это все происходило, очень сильно, ну скажем так, очень сильно руки и ноги у них, да, руки дрожали. Вот то, что произошло, может быть, я неправильно выражаюсь, но тем не менее, это штатная и нештатная, внештатная ситуация, или все-таки действительно совсем внештатная? Ну, есть либо штатная, либо нештатная, какой-то переходной формы не бывает. Если что-то идет не так, значит, это уже нештатная, просто здесь различная степень нештатности может быть, и различная степень негативного воздействия, в принципе, на экипаж, на экспедицию, на всю программу полета. Может одна гайка отлететь, это уже нештатная ситуация, но полет можно продолжить. Как, например, несколько лет назад было, у корабля не раскрылась одна солнечная батарея. Ну, в принципе, это нештатная ситуация, но никаких негативных последствий это не принесло. Корабль долетел, все нормально. В данном случае, конечно, это нештатная ситуация, но это все-таки авария, а не катастрофа, потому что никто, по сути, не пострадал. Ну, понятно, космонавты, конечно, пережили не лучшие минуты, но они космонавты, они люди подготовленные, они знают, что такое перегрузка, и, в общем, технически все было... Союз, если мы говорим про космический корабль, то Союз корабль, он отработал полностью штатно. То есть, вся система спасения отработала так, как надо. Люди на Земле, люди спасены. Проблема с ракетой была. Вот ракеты уже как раз нештатно сработали. Инцидент произошел как раз в тот период, в то время, когда, в общем-то, находятся в продвинутой стадии, скажем так, переговоры о судьбе Международной космической станции, способности России доставлять на станцию космонавтов и желание НАСА за это платить. Можно ли говорить в данной ситуации о какой-то специальной диверсии в очередной раз? Да нет, конечно. Здесь нет никому никаких оснований проводить эту диверсию, потому что НАСА зависит от сейчас, и как минимум год еще будет зависеть от российской космонавтики. И российская космонавтика понимает, что только успешное обеспечение полетов на станции позволит продолжать эту экспедицию и эту программу вообще Международной космической станции. Тут надо понимать, что не только дело даже не в том, что НАСА будет давать деньги или не будет давать, а дело в том, российское государство будет ли давать на то же самое. Если полетаем вместе, если мы демонстрируем как минимум равенство хотя бы в космической деятельности с США, то мы тем самым, то есть вот та игра самая высшая, высшего полета в прямом и перевозном смысле, если мы играем на равных с сверхдержавой, которая позиционирует себя главной в мире, то и наше положение демонстрирует, что мы как минимум не худо. То есть в данном случае, с точки зрения государства нашего российского, поддержка космической деятельности, это во многом пропагандистская задача, то есть демонстрация нашего технологического превосходства и нашего как минимум равенства с США. И в данном случае никто из участников не заинтересован в том, что это прекращалось, все заинтересованы в том, чтобы это продолжалось. Поэтому здесь версия может быть, не знаю, только со стороны, может быть, рептилоидов только, которые хотят, чтобы у человечества вообще была космонавтика, и они могут там придумывать теории к земле или сверлить дырки в наших кораблях. Ну, про дырку мы еще поговорим. Дело в том, что, когда я готовился к программе, прочитал несколько комментариев на эту тему и хотел спросить ваше мнение, вот по какому поводу. Я процитирую. Один из авторов пишет, что произошло, вернее, то, чего многие опасались в последние годы, наблюдая за тем, что происходит в российской космонавтике. Целая череда аварий, отказов и скандалов, связанных с ухудшением культуры производства, вызывала опасения, что отказы могут коснуться пилотируемых запусков, чего не случалось уже много лет. Перегибается палка в этом комментарии или нет? Все-таки 35 лет, насколько я не ошибаюсь, не было никаких подобных ЧП. 35 лет без ЧП – это нормально. Да, действительно, практически на протяжении всех этих 35 лет неоднократно в год совершались пилотируемые запуски и безаварийно. Были нештатные ситуации, конечно, как вот с той нераскрывшейся солнечной батареей, но несерьезные. И вот с 1983 года получается 2018 год безаварийный, пилотированный в нашей космонавтике. Но действительно, в последние годы, примерно в последние десятилетия аварийность наших ракет растет. Последний безаварийный год в нашей космонавтике был 2003. И после этого ни один год безаварий не проходил. Так или иначе, теряли по разным причинам. И брак, и халатность, и много чего другого было. И здесь, понятно, даже в 2011 году и в 2015 году происходили аварии на прогрессах. По сути, прогресс, грузовой корабль, он тоже относится к пилотируемой программе, потому что он летает на снабжении международной космической станции просто в автоматическом режиме. И он точно так же и в Советском Союзе, и в 90-е, в лихие 90-е, и в 2000-е он летал без аварийной, ни одной аварии. Но в 2011 году первая авария, в 2015 году вторая. А конструктивно он и на ракетах похожих летает. Там разница есть, модификация, но в целом большая серия одна и та же. И конструктивно прогресс во многом повторяет, унифицирован с Союзом. И действительно, череда аварий, возросшие в беспилотных запусках, появление аварий, случаев аварий на запусках грузовых кораблей, все действительно подводило логически, скажем, к тому, что когда-то может произойти сбой в пилотируемом полете. И последний вопрос. Опять же, в публикациях о произошедшей аварии сообщается, что в ноябре Овчинин, российский космонавт экипажа, должен был выйти в открытый космос с целью, как пишут, обследования Союза МС-09, в обшивке которого в конце августа обнаружили отверстия. Насколько правомочна версия о том, что имеет ли она право на существование, что, дескать, то, что произошло, произошла авария именно потому, что Овчинин и должен был обследовать и вынести свой вердикт по поводу этой пресловутой дырки. Нет, я не склонен подозревать такую конспирологию, так глубоко закапываться. Скорее всего, это просто цепь событий, никак не связанных. Виталий, спасибо огромное за ваш комментарий, как всегда, профессиональный и очень интересный. Спасибо, всего самого доброго, успехов и до новых встреч. Спасибо. Спасибо и вам, друзья, что были с нами. Всего доброго. До новых встреч.